Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают мы ему давали 2000 а тут он еще бросит это бред то пусть сдохнет этих можешь спасти беги скорее 2000 пусть он тебе два косаря сначала вернет реально мы ему дали для чего их что у меня было по планам у меня были большие планы что по заданиям сливи и да я как раз хотел себя поговорить верхнюю цистерну грешник с руфи им надо поговорить а греческая скрижаль да с георгием надо поговорить до конца и с юлией это не захочет говорить да а вот и ты как я рада что ты здесь я в реле а почему она раньше не говорила о том что я к ней поднимался надеюсь я не слишком прям линий но как только я тебя увидел мне стало любопытно в твоих глазах есть огонек который раньше мне видеть не доводилось похоже на эрудицию утонченность так твое очарование уступает твоей красоте им ты перебарщиваешь тебе не кажется что это ведь ты начала я сбрешь свои слова назад больше этого не заинтересована забудем об этом будем вести исключительно деловые отношения и так что привело тебя в мою таверну так расскажи о себе успокойся между нами ничего не будет ты не знаешь как отсюда выбраться знаешь обычно девушки надо купить и выпить прежде чем предлагать ей уйти куда-то еще так так мой вопрос был про побег из города похоже кто-то надумал себе лишь не обращай внимание между прочим я и правда знаю как отсюда выбраться с радостью все тебе расскажу но мы ведь говорим о ценной информации я не могу просто взять и выдать ее как какой-то не дараку так насколько сильно ты этого хочешь стоит ли это скажем тысячи динариев так если ты нашла выход то почему сама им не воспользовалась все просто это поездка один конец я пока не готова уходить отсюда однажды может и буду но не сейчас так расскажи мне больше о том что я покупаю не могу сказать тебе слишком много иначе ты догадаешься но обещаю узнав мой секрет ты сможешь покинуть этот город в тот же час я знаю что это обман разве виновата что люди неправильно поняли условия сделки но ведь даже не на входе у моей таверна написано покупатель будь бдителен что думаешь о золотом правиле стараюсь не думать о нем выпивка помогает знаешь ведь как говорят алкоголь это естественная потребность а может у нее опять есть два косаря там ты слышал какие-нибудь интересные сплетни если динариев я что-нибудь вспомню держи знаешь ливи раньше она делала мне прическу а потом просто не выдержала это место сводит людей с ума а теперь она стоит вся в грязи и бормочет себе под нос какую-то чушь какая жалость прическу не теперь приходится делать самостоятельно да блин на говорят если изберут молиола он собирается устроить небольшой праздник поскорее бы узнать что там будет вот еще раньше здесь была кушерка невиа это место свело с ума будто минаду она говорила что слышит будто статуи что-то и шепчут представляешь к счастью для нас несколько недель назад она заперлась в дворце и с тех пор ее никто не видел ну и скатертью дорожка сентила младшая дочь магистрата пропал пару недель назад да блин ничего интересного я и так все эти новости знаю я пойду а хотя ладно раз с тобой больше нечем говорить коронный напиток аврелии вот о чем речь да если у него можно украсть 2000 то это норм вот еще дейтси готов купить лук за очень большие деньги конечно же сенте и запретил ношение оружия в городе но мне очень интересно зачем ему этот лук руфий галерий запал на эквитию но ведь она весталка есть сектанты все на раскалу все теперь прошу не злиться до заново бабки есть но мы их украдем и дадим в этот раз ему 2000 пусть он всех спасет кто же знал что каждый раз по 2000 появляется я бы и в прошлый раз взял их это очень жирно не на просто если каждый раз на халяву 2000 ему отдавать это жестко а так нам надо чтобы его выбрали на выборах потому что это наверно тоже одна из концовок все сентий погиб так эй ты давай давай во первых это во вторых вот это третьих вот это и держи деньги ну вот сплетни нам по сути достались бесплатно где бабка-то сумасшедшая она еще не пришла дам бабка где бабка мы ждем только ее чтобы обсудить ее проблемы вот она как море земные все реки так принимает и он все души да да оливия давай быстрее не может он тесно ты это говорил наверное я уже все знаю я знаю где мы произнеси слово скажи как его называют подземный мир значит это правда я была права да я думала что видела его но остальные нет мне все казалось может я просто сошла с ума мне приходилось снова и снова говорить себе что я не ошибалась до тех пор когда я уже не была уверена говорю ли я сама себе правду если мои слова казались тебе непонятными я прошу прощения наш великий поэт о виде его метаморфозы приносили мне утешение он так невероятно точно описывает это место что ты невольно задумываешься он приходил сюда сам хочешь послушать конечно я постараюсь припомнить как было в стихах есть по наклону тропа затененная тисом зловещим кацким жилищем она понемногу увозит безлюзий медленный стикс испаряет туман и новые тени там спускаются вниз и призраки непогребенных дикую местность зима охватила и бледность прибывшим душам неведомо как проникают к стигийскому граду где и свирепый чертог обретается темного дита этот вместительный град как море земные все реки так принимает и он все души не может он тесным для населения стать прибавление толп незаметно ну блин это сейчас бесполезный диалог какой-то идет вроде бесплотные там бескостные бледные тени площадь избрали одни те сене царя преисподних все равно навлекли на себе наказание круто надеюсь я ничего не напутала и теперь когда у нас есть общий секрет у меня будто с души упал камень спасибо мой друг думаю мне нужно отдохнуть блин это был мусорный квест да видимо да ага что там еще было так во погнали сюда с ним поговорим потом с георгием надо договорить вот они вместе уже куда-то бегут эй чувак это ты угрожал виргилию понятия не имея чем-то я знаю что это был ты в твоих покоях мне попалось недописанное письмо обращенное к нему последнее время я был сам не в свой я в курсе все дело в ревматизме все начинается постоянной боли во всех суставах а затем боль начинает сводить тебя с ума делает тебя раздражителем злым знаю это не оправдывает мой поступок но это правда но благодаря корню его я постепенно становись прежним так с этого момента я оставлю его в покое не то чтобы я собирался причинять ему вред просто вымещал злобу а это галерию надо потом говорить я сотру рисунок на стене это просто сделал вид что это вообще не было ладно ладно не вопрос а юля иди сюда глупая какая не обижайся в этот раз что ты думаешь о золотом правиле наша жрица активе однажды сказала что так боги создали безгрешный город но если это так то естественно за него бог не все продумал ответственный благодаря ему плохие люди научились лучше скрывать свои грехи а хорошие слишком боятся постоять за себя я видела как малевол клавдия и домицы доводили взрослых мужчин до слез римлян они так просто не плачут они не причиняли никому физического вреда но им и не нужно народ их ужасно боится потому что все знают что малевол выиграет сегодняшние выборы так не переживай над этим работаю правда надеюсь фортуна улыбнется тебе друг я пойду эй чувачок разберемся сначала с тобой так не беспокойся насчет угроз это всего лишь руфин никогда не причинить тебе вреда какой демон или дух сказал тебе об этом его доме мне попалось недописанное письмо тебе удалось прокрасить его дом рискованная затея нам повезло что тебя не заметили тебе удалось поговорить с ним об этом давай он больше тебя не побеспокоит серьезно как тебе удалось мне удалось найти лекарство от его ревматизма который вводил из себя и усугубляет кое какие его другие личные проблемы бедняга я слышал что подобный недуг может сделать сразу он человек хорошо что тебе удалось об этом узнать к твоим услугам думаю он и сам захочет стереть свои надписи правда звучит многообещающе буду поглядывать не идет ли он я пойду грешник так ладно сохраняемся давай договорим знаю знаю тебе интересно откуда я но сначала мне хотелось бы задать пару вопросов не знаешь где можно найти греческую скрижаль в городе полном полном римлян ты задаешь этот вопрос и мне потому что я грек позволь я кое-что тебе скажу про греков и римлян я зовут георгес понимаешь а римлянам плевать они слышат как я говорю георгиос а сами думают а он наверное хотел сказать георгий хорошее римское имя так постоянно они видят как мы молимся зевсу и копирует за нами прозвав его юпитером а и да они переименовали в плутона персифену прозерпину не льстит то что они копируют наши идеи но имена ты менять зачем они хотят чтобы люди забыли откуда они все это позаимствовали сначала я орвал на себе волосы со злоба но в итоге сдался и стал георгием римским я принимаю что теперь мир стал римским да и волос уже не осталось я вот к чему если кто-то украл старое греческое имя скорее всего воришка будет родом из Рима нужную тебе скрижаль выкрали из коллекции старых греческих реликвий и сделали это дули он не мог ничего собой поделать типичный римлянин любит блестящие вещи особенно те которые когда-то принадлежали моему народу да и к тому же эта скрижаль поднимала ему настроение поэтому я разрешил оставить ее думаю она все еще у него в клетке напротив храма Деметри а да мы к нему еще не ходили как раз за кого будешь голосовать это друг мой та еще дилемма но после долгих размышлений я склоняюсь к тому чтобы проголосовать за Малиола но хотелось бы чтобы Домица еще раз нанес мне визит если я проголосую не за того я могу как-то повлиять на твое решение сомневаюсь друг мой я пойду а может их даже уговорить не надо будет они сами будут голосовать за кого надо главное снять одного с выборов и поставить другого а здесь вроде еще чувак к нему какой-то приходил стой погоди-ка ладно давай поговорим привет так насчет греческой скрижали в твоей клетке а он не может нам ее дать тебе нравится она блестящая да я радуюсь просто глядя на нее можно мне ее забрать но если я ее отдам тебе то мне ее больше не будет и мне будет грустно он отсталый что ли так что мне ее сделать чтобы ты ее отдал может хлеб нужен если ты вытащишь меня отсюда то она мне больше не понадобится потому что я уже буду счастлив тогда она достанется тебе и ты тоже будешь радоваться да он отсталый скажи свое имя а разве кто-то другой мне не говорил его имени давай поговорю с магистратом и узнаю как тебя отсюда вытащить галерий уже пытался это сделать и он сказал что магистрат не будет слушать несмотря ни на что тогда может стоит завести нового магистрата как галерий он хороший мне нравится галерий он сделал мне куклу то есть если галерий станет магистратом он мне отдаст так значит все что мне нужно сделать это убедить всех проголосовать за галерия да галерий выпустит меня тогда ты получишь мою скрижаль и все будут счастливы расскажи о себе меня зовут дули я сейчас живу здесь потому что натворил делов и меня пришлось запереть то есть важное условие то что галерий должен выиграть чтобы поговорить с богом что ты натворил я не знаю у меня плохая память думаю это все потому что я искал сокровища и он так медленно говорит так кто-то решил что ты собираешься что-то украсть да но я не хотел я просто искал и все они сказали что я сделал это и не один раз но я плохо помню тогда меня называли плохими словами они говорили говорили что я по смеху обществу помеха да и сказали что теперь я должен жить здесь и дали мне это письмо он у меня плохо словами ты можешь прочитать его ого какой длинный письмо синтия к дуле магистрат синтия объясняет что дули был заперт чтобы предупредить его попытки вторжения так в режим такой так магистрат синтия и дуль дуилию я пишу в связи с вашим неисправным антисоциальным поведением вызванным одержимостью потерянным сокровищем я сочувствую вашему положению и тому что ваш опекун ганнибал умер несколько недель назад и хочу донести важную мысль сокровища которые вы ищете не существует учитывая ограниченность вашей памяти скорее всего вы просто что-то перепутали кроме того поскольку вы несколько раз были пойманы при нарушении границ в том числе рядом с цистернами доступ которым был строго запрещен я был вынужден сделать вывод что вы являетесь помехой для нашего сообщества и должны быть ограничены в свободе чтобы не нарушить золотое правило я надеюсь что это письмо поможет вам вспомнить почему вы находитесь в заключении если в дальнейшем у вас будут провалы в памяти что там написано тут говорится что тебя несколько раз ловили на незаконном проникновении и заперли чтобы ты не нарушил золотое правило но мое сокровище какое сокровище мой друг ганнибал присматривал за мной и сказал что всегда будет присматривать но потом он умер это было очень грустно он сказал что если с ним что-нибудь случится я должен найти что-то очень ценное спрятанное в доме он дал мне этот ключ и заставил пообещать хранить его до тех пор пока я не найду сокровища но я не смог его найти я помню только что он говорил что-то от цистернах но когда я поднялся на самую высокую меня посадили сюда теперь никто не заботится обо мне кроме моего друга галерия и жрица она такая милая дама если ты дашь мне ключ я попробую узнать что он открывает ганнибал сказал что я не должен давать его тем кого не доверяю он может но может ты поможешь мне выбраться отсюда тогда я буду тебе доверять очень давай поговорю с магистратом узнаю как тебя отсюда вытащить магистрат поместил тебя сюда не просто так первый вариант галерия уже пытался это сделать он сказал что магистрат не будет слушать несмотря ни на что куклу если ты поможешь сделать его магистратом он сможет вытащить меня отсюда я дам тебе ключ от сокровищ ганнибал сказал что это было в цистернах я не помню что это было только то что оно расположено очень высоко и очень ценное я займусь этим пока так записка от дули записка от дули в которой он заявляет о своей невиновности даже переводить не стали в общем должен победить в выборах какие мне еще дела есть освободить дули чтобы получить ключ от верхней цистерны а ну вот концы в воду то есть чтобы выполнить это нам надо его освободить да блин ты дурак ты не знаешь как отсюда выбраться давай ты упшишь меня отсюда правда эээээ может я просто вы Robin что ты думаешь об золотом правиле то есть сокровища Давай поговорим о твоих сокровищах Мой друг Ганнибал присматривал за мной и сказал, что всегда будет присматривать, но потом он умер, это было очень грустно Он сказал, что если с ним что-то случится, я должен найти что-то очень ценное, спрятанное в доме Он дал мне этот ключ и заставил пообещать хранить его до тех пор, пока я найду сокровища Но я не смог его найти Я помню только, что он говорил что-то о цисцернах, но когда я поднялся... Так, ты это говорил уже, ясно Я пойду Задание Греческая скрижаль Она у него А, да, надо сходить к этому придурку, блин Меня вот такой вот вопрос беспокоит Если они выберут галерия, то день никогда не закончится или что? Или после того, как его выберут Опять что-то произойдет Ого Так, а где он живет? Я чуть забыл, вот здесь, да? Туда нам, видимо, смысла пока нет идти У нас нет ключа А, ну то есть к нему вот так еще можно было попасть с помощью лука Вариативность Это прикольно Итак, тебя зовут Квинсей Мое имя Марк Ты с кем ты меня путаешь? Один глаз зеленый, другой голубой, совсем как в приказе императора Нейрона о казни Ты про мою гита... О боже, моя вина лишь в том, что у меня глаза разного цвета Я далеко не единственный из такой патологии Она была и у Александра Великого Я считаю, что так боги отмечают прирожденных лидеров, ничего больше Так, пока я не могу доказать, что это ты Но только пока, судя по всему, Квинсей страдает манией величия Я не страдаю никакими маниями И сегодняшние выборы это докажут А как это доказать? Я пойду Блин, а как это доказать? Что это он? Мы у него ничего такого не находили? Может, надо поговорить с его слугой? А, тут наверху были какие-то люди Я не могу к ним попасть А, то есть этот ключ и это открывает, что ли? Это кто? Тебе нельзя здесь находиться Поговорим? О чем нам с тобой разговаривать? Почему тебя заперли в этой комнате? Спасибо за вопрос, но мой брак тебя не касается А этого жена? Я могу помочь тебе отомстить Малиолу Давай сначала расскажи о себе У меня есть вопрос получше Почему меня допрашивают незнакомцы, вломившиеся на мою виллу? У меня и так достаточно проблем с браком Не хватало еще объяснять мужу, почему я нахожусь наедине с какой-то странной женщиной Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Так же, как тебе удалось сюда войти И перевожу, пожалуйста, уйди Что ты думаешь о золотом правиле? Думаю, что если ты сейчас же не уйдешь, его придется нарушить Так, ладно Интересное предложение Продолжай Кажется, Малиол не тот, за кого себя выдает Возможно, не стоило судить по одежке Ты умнее, чем кажешься Что натолкнуло тебя на эту мысль? Это просто догадка Надеюсь, мы сможем раскрыть его истинную личность вместе Знаешь, возможно, у меня есть именно то, что ты ищешь Когда-то, когда я была ему еще не безразлична, он написал мне любовное письмо, только он перепутал имя Всего лишь Да, назвать жену чужим именем не такая уж редкость В Риме хватает распутников, вот только в данном случае он перепутал свое Я спросил его напрямую, а он замелся и ответил что-то невнятное В конце концов, я Остудила пыл, но вопросы до сих пор Бодоражат мой разум Но минуточку, зачем ты мне помогаешь? Я хочу, чтобы он отказался от участия в выборах Отказался, послушай, может он не Одиссей, а я не Пенелопа, но разрушить его планы, стать магистратом, это слишком Ты, видимо, считаешь, что я совсем не нормальный, я услышал достаточно проваливай Блин, ну я так и думал, то что не стоит ей об этом говорить, потому что вряд ли она От всего такого откажется, придется заново начинать Ладно Давай с тобой еще поговорим Ну давай быстрее, тормоз Окей Мы достаточно далеко продвинулись Крадем бабки Ну и все по кругу получается Но если он выиграет, мы очень много чего сделаем Правда, если после этого начнется день заново, это же какая-то жесть Настоящая жесть Вот если бы можно было как-то автоматизировать победу его Вот бежит Сентий А со всеми ли мы поговорили в этом городе? У нас была бумажка, насколько я помню Буханка хлеба Вот для чего надо Подвеска зачем нужна? Вот список Аврелия Вертелий Мы такого видели? Как того зовут? Я не помню Галерий Ганнибал Он же умер Георгий Гораций Дейцей Дай мицей Блин, были бы здесь фотки приложены Все, мы сейчас поговорим с женой Давай быстрее Вот, Руфи угрожает Вергилию Но если ты дашь ему немного коры Он сможет вылечить ревматизм и успокоиться Я так и знал Вот он улаживает все дела За него по-любому сейчас все будут голосовать Он уже стольким помог Прямо целая куча людей У этого башка двинулась Стоя, ты кто? Я с тобой давно не говорил, Гораций Вот этот верен этому Этот верен этому У них тут свои разборки Ладно, может к старику сбегать? Или ладно, здесь ничего такого нет Давай быстрее У тебя есть что-нибудь новое? Так, можно поспрашивать тебя Про побег из подземного мира? О чем ты? Ливия была права, мы в подземном мире Ох, это сразу не переваришь Дай мне минутку Итак, если это правда Нам нужно придумать, что теперь делать, да? Знаем мы немного Только старой легенды Я помню четырех героев Которые сбежали из подземного мира Это уже было Ладно, лучше я вернусь к делам Ты дурак, я хотел посмотреть Есть ли у тебя какие-нибудь реплики новые Нет Ладно Бежим сразу к его жене В этот раз можно даже сохраниться Если что-то не так будет То загрузиться Давай быстрее Поговорим Нам, женщинам, нужно держаться вместе Согласно, как говорится, рука Руку моет Кажется, наши интересы совпадают Пожалуй, узнав, кто он такой на самом деле Я смогу им манипулировать Но сначала тебе придется оказать мне услугу Чего ты хочешь? Принеси мне вина О, у меня есть У меня даже две есть Ой, только не смотри на меня так Знаю, твоя плебейская главушка Не слишком сообразительна Поэтому, ну, спрашивай, что тебе разжевать Почему ты не возьмешь его сама? Предлагаешь опустить тот факт, что я запретаю в этой комнате Адаминца и Стражит Виллу? В городе практически ничего не осталось Насколько я знаю, есть лишь одна маленькая бутылочка И достать ее будет непросто Но я нашел две Зачем тебе вино? Позволь мне рассказать кое-что о Малиоле Он много говорит о свободе Вот только он и рассказывает, что это свобода лишь для мужчин Я столько всего для него делал Я давал ему совет на протяжении всей избирательной кампании Ему хватило наглости забереть меня здесь Он сказал, что отказ от алкоголя пойдет не на пользу Что негоже даме пьянствовать, а уж жене магистрата тем более Я ему покажу, что значит негоже Сегодня вечеринка в честь его победы Я хорошенько повеселюсь А если он снова начнет читать мне нотации Я собираюсь пригрозить ему Скажу, что раскрою его настоящую личность перед всеми гостями Буду ждать нетерпением У меня больше нет вопросов У меня уже есть вино Спасибо Вот это письмо Так От Квинция, возлюбленной Клавдии Раньше я впадал в отчаяние от мысли, что буду заперт здесь до конца своих дней Но потом я встретил тебя и понял, что пока мы вместе, я там, где и должен быть Никакие слова не могут выразить мою привязанность Поэтому я совершу великий поступок В твою честь я стану магистратом этого города, чтобы править с мудростью и силой рядом с тобой Может ты мне наконец расскажешь, кто такой этот Квинциус Если верить этой грамоте императора Нерона, именно он в прошлом году устроил пожар в Риме Что? О нет, гораздо серьезнее, чем я думал Я хотел обзавестись всего лишь рычагом давления, а не полностью его уничтожить Вон давай сюда, больше никто не должен знать об этом Нет, пожалуй, оставлю себя Что? Нет, тебе удалось обмануть меня? Ты лживая меска Мелкая Это правда Это было намеренное сокрытие информации Это был твой план, но тебе удалось тщательно его скрывать Да разразить тебе гром Я пойду Я проклинаю тебя, проклинаю твою жизнь Твою разуму и память Подавись, молю, чтобы Дитт утянул тебя в самые глубины подземного мира Тебе тут ничего нет? Давай я тебя забру Раз тебе так комфортнее Ничего себе, у него тоже есть две тысячи здесь Но нам деньги не нужны Так Снимайся с выборов Я знаю, что это Квинс И твоя жена показала мне твое любовное письмо А Нейрон хочет твоей смерти Что ж, меня наконец поймали Получается, ты кто? Слуга Нейрона? Император посылает поклон Ты меня убьешь? Не убью, если ты сейчас же снимешься с выборов Не убью, если ты сейчас же снимешься с выборов И освободишь всех от своей кабалы Ты кому и так всех освободили? Столько работы и денег Если я это сделаю, ты сохранишь мне жизнь? Сохраню Будь по-твоему, мне все равно не пристало управлять этой помойной ямой Домития предаст жрица, что я снимаю с выборов И освободит тех твоих от кабалы Я сделал по-твоему Теперь прошу, уходи из моей виллы И больше не показывайся мне на глаза Теперь мне надо найти Лысого Где Лысый? Где он тусуется обычно? Блин, я не знаю, где Лысый-то ходит Что по заданиям? Так А в другой раз уже не обязательно будет его освобождать? А вот, понять, кто с наибольшей вероятностью нарушит золотое правило и рассказать об этом Синтио Блин Это же жестко Или это мусорное задание, неправильное Или все произойдет из-за выборов По сути, у них же должны быть выборы и потом гнев богов, правильно? Расспросите к Витю об обращении к богам за помощью Стой, а где она? А у тебя что-нибудь есть новенькое? Договори Она может у себя дома уже? Да ты что, молишься? В такое время? Она же не выборы пошла объявлять Мудмузель, что такое? А, не собираюсь уговорить Я всем об этом сообщу Ясно Да, боже Кому она это говорит, здесь никого нет Если до темноты не появятся новые претенденты, Синтия будет преизбран магистратом Синтия будет реэлективен магистратом Это все Это все Стоять Эквития Есть короткая версия Соглашусь Погоди Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Мы же про богов уже спрашивали, или тут новые реплики Геркулес не мог управлять временем Да блин, женщина. О, вот. Это же уже было. Возможно, она говорила, плыви против течения. Что бы это ни значило, да, я это слышал. Странно, здесь нет рекам, дай подумать. Возможно, мне нужно добраться до верхней цисцерны. Да, ведь вода течет в горы через дуг, а потом попадает в верхнюю цисцерну. Раньше мне было интересно, что там находится, но задняя дверь великого храма наглухо заперта. Возможно, тебе даст ключ магистрат, если нет, возможно, тебе удастся найти другой способ пробраться внутрь. Расскажи, если что-то найдешь. Ладно, лучше вернусь к делам. Стой. Вот, надо его найти. Слушать шепот, чтобы узнать, как сбежать. Да как расспросить ее? Я же расспросил. Давай, бежим в галерию. Он будет участвовать, все будет супер. Что это там такое? Ты что, здесь обычно тусуешься? А я тебя и не видел. Так. Ты не поверишь. Лучше себе не знать. Ты что, дурак? Давай поговорим. Быстрееей. Так, твое приспособление очень схоже с тем, над которым я работаю уже много недель. Я думал, я изобрел его первым. Слушай, мне неудобно спрашивать, но может быть ты сможешь оказать мне услугу? Что тебе нужно? Я пытался раздобыть один редкий цветок, который растет на верхушке горы посреди озера. Эта гора слишком крутая, чтобы в нее взобраться, поэтому я повесил канат над озером и соорудил это устройство, только вот мне не хватило отваги воспользоваться им. Может, воспользуешься моим изобретением еще раз и принесешь мне этот цветок? Конечно. Спасибо, ты сильно мне поможешь. Это к успеху? Не к успеху, просто сделай, как я сможешь. Посмотрим. Блин, мы с ним никогда не говорили. Я пойду, ладно. Ульпий. То есть он хочет вот этот цветок. Я его давно заприметил. Стоп, а вот здесь же есть сундук, и там все должно было заново заспауниться, правильно? Ну да. Плюс пять стрел, по сути. Потому что одну потратили. Ладно, давай попробуем. То есть надо как-то... Ее слезы текут, что? Да, блин. Ну все, мы послушали что-то новенькое. Выясните, какой бог стоит за золотым правилом. Мы это знали. Да погоди. Выяснить, как вернуться в настоящее время знаем. Это не знаем. Скрижали нет. Блин. Я бы мог загрузиться, но загружаться я буду дольше. Я просто поздно нажал, я не знал на какую кнопку. Но сейчас мы все знаем. Ну давай. Видимо, надо в самом начале нажимать. Если еще раз не получится, я сам попытаюсь... ...все это кучу раз проделать. Блин, а зачем ему цветок? И сразу же прыгаем. Да, надо прям... ...в ту же секунду. Потому что я сейчас решил немного подождать, и все равно мы перелетели. Прямо сразу прыгаем. У всех все хорошо, здорово. Давай. Сейчас рано. Пробуем. Блин. На секунду бы раньше. Так много попыток уже было. Ура! Аллилуйя! Сейчас мы дадим ему этот цветок. Иди сюда! Герой комнатный. У меня есть нужный тебе цветок. Отлично, у тебя получилось. Молодец. Он ее счастливит. Ну и это я про Эквитию. Осталось только решить, как лучше ей его вручить. Я хочу подойти к ней, дать ей цветок, и признаться, что я без ума от нее с момента нашей первой встречи. Полин, что за говно. В общем, была подстава века. Игра свернулась, я решил загрузиться, чтобы не пропускать эти диалоги. Он может что-то интересное искать. Так, ужасные последствия. Или я ничего не пропустил? Что плохого может произойти? В смысле, кроме того, что ее казнят? Понимаешь, Эквития весталкает, значит, что она дала обет целомудрия. Если она его нарушит, то серьезно оскорбит богов и понесет за это наказание. Его могут казнить даже за подозрения в нецеломудренности. Блудных весталок хоронят заживо. Ну, а меня бы высекли до смерти. Но в то же время, она так добра и милосердна, я так сильно ее люблю, и если я в этом не признаюсь, то мне прожжет дыру в груди. Не знаю, что мне делать. А ты что скажешь? Может, дашь совет? Признаться ей в своих чувствах? Услышав, как ты произносишь это вслух, я понял, насколько это безумно. Пожалуй, мне стоит быть чуточку осторожнее. Мне нужен посредник, который сможет рассказать ей о моих чувствах и узнать, что чувствует она, при этом не подвергая ее жизнь опасности. Ну что, поможешь мне еще раз? Ладно. Замечательно, тогда передай ей цветок, скажи, что она тайного поклонника, скажи ей, что я буду держаться на расстоянии, и просто хочу, чтобы она знала, что ее любит. Как мило, хорошо, я тебе помогу. Спасибо, возвращайся как можно скорее и расскажи, что она тебе ответила. Да погоди, дурачок! Дай тебе расспросить. Я отвернулся. Расскажи о себе. Это длинная и грустная история, но я не против поделиться ею. Я никуда не спешу. Я всегда был фермером, вырос в маленькой деревушке. Так, с родителями и двумя младшими сестренками, очень живописное место. Однажды, когда мне было лет 20, мы с отцом стояли в загоне и загружали повозку, и к нам подошли римские легионеры с требованием снабдить их людей провизией. Отец приказал мне бежать домой, взять его топор, и я послушался и обижал, что есть мочи. Но когда я вернулся, он истекал кровью на земле, а нашу повозку разграбили. Это была моя первая встреча с легионом. Сердце матери не выдержало, и вскоре она умерла, с тех пор все пошло под откос. Я взял на себя управление усадьбой, но был слишком молод. Было очень трудно. Налеты легиона стали обычным делом. Выходя из дома утром, мы часто замечали, что нашу провизию крали, а животных уводили. Эти головорезы брали все, что хотели. Однажды, когда у нас с сестрами красть было уже нечего, в нашу дверь постучали. Я понимал, кто это и чего они хотели. Я взял отцовский топор, выбил дверь и мгновенно вонзил лезвие солдату в лицо. Но он был не один, даже не зная, сколько их было. Но когда я опомнился, у меня во рту была грязь, а в легких дым. От моего дома остался лишь пепел, а моих сестер убили. А меня отставили в живых, чтобы я смог увидеть, что они натворили. Мне до сих пор больно вспоминать об этом. Соболезную. Что по делу, такая участь постигла у многих. Вскоре Баудика возглавила многотысячные восстания бритов против римлян. К сожалению, их было слишком много, и тех из нас, кому удалось выжить, поработили. Поэтому меня перевезли в Рим, чтобы продать тому, кто предложит лучшую цену. В следующие несколько лет я работал на благо моего нового хозяина, изучал, по каким законам живет Рим, изменил свое имя на римский... манер. Несколько раз пытался сбежать, но меня всегда находили и возвращали обратно. Думаю, я до сих пор был бы там, не начнись в городе Лдавка. Видишь ли, 7 месяцев назад в Риме произошел страшный пожар. Все бежали к реке, кричали и орали. Я в жизни ничего подобного не видел, люди... ...а вели себя как животные. Я побежал за остальными, а что было дальше, не помню, все как в тумане. Я пришел в себя, когда какой-то незнакомец вытаскивал меня из реки, и она брел на это место и начал свою жизнь с чистого листа. К счастью, все хорошо закончилось. По крайней мере, я долгое время так считал, но, похоже, боги еще не закончили истязать меня. Понимаешь, я наконец-то обзавелся собственной фермой и оказался вдалеке от римлян, по крайней мере, я так думал. Но Ди Курион Сентий потребовал, чтобы я отдал всю свою провизию, ради всеущего блага. Сказал он, но, конечно же, все самое лучшее он избирает себе. Он сказал мне, что если я не соглашусь, то нарушу золотое правило, возможно, он солгал. Но что, если нет? Как выяснилось, наш горячо любимый магистрат ничем не отличается от головорезов из Легиона, забравших у меня все. А я оказался в том же положении, с которого начинал. Но ничего, Немезида все видит, и однажды он получит по заслугам. Получит. Забудь мои слова про Немезид, ладно? Иногда меня заносит. Блин, я нажал не забудь. Спасибо, друг. Что-то я заговорился. Может, у тебя есть и другие вопросы? Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Я, конечно, и сам не прочую, идти отсюда, но хорошо, ведь там, где нас нет, верно? Не стоит упомянуть, что пару недель назад пропала Сентила, дочь Сентия, может, ей удалось найти способ выбраться? Так. Ульпия об исчезновении Сентила. Кто знает, что произошло, то это ее сестра Сентия, только вот с таким, как я, она говорить не станет. Что думаешь о золотом, правильно? Я об этом особо не задумываюсь. Поменьше спорить. Вообще, в игре это и нам остается не так уж много дел. Мне кажется, что я здесь переделал практически все, что можно было. Что думаешь о выборах? Не хочу голосовать ни за того, ни за другого. Мне не нравится Сентия, но ведь Малиол почти ничем не лучше. Даже я бы справился лучше, а фермер, а я никогда в жизни не выступал с речью и не облачался в тогу. Тебе не хотелось бы самому стать магистратом? Я пару раз задумывался об этом, по большей части за тем, чтобы освободить Дули. Видит боги Сентия и никогда на это не пойдет. Насколько мне известно, Малиол держит выборы под контролем. Никому не удастся его обойти. И может даже к лучшему. Он много говорит о свободе, поэтому я надеюсь, что если его изберут, он освободит Дули из клетки. Мне этого будет достаточно. Так, он снял свою кандидатуру. Правда? Это неожиданно интересно, что подвигло его на это. Ну что ж, видимо, пора мне брать инициативу в свои руки. Я сообщу Эквите, что буду баллотироваться. Супер. Так. Нам надо до нее раньше добежать, чем он. Так. Где-то фигня. Вот цветок. Расспросить Ульпия... Так. А до этого нельзя было его расспросить? А мы с ним вообще говорили? Эй, Ульпи, блин. Шалом, друг, нет. Не говорили. За кого будешь голосовать? За Сентией, наверное, нужно быть психом, чтобы голосовать за Малевола после того, что он со мной сделал. А что насчет голосования за Галерия? Фермер Галерия, он хороший человек, но я считаю, что он будет более полезен, как фермер, чем магистрат. Так он тебе помог, придурок. Что думаешь о золотом правиле? Ну, ни у кого из нас нет ведь лишней пары часов на болтовню о теологии, законе и коллективном наказании, так что я полагаю тебе нужно кратко и по существу. Вспомнилась старенькая притча моего народа про старика Гилеля. К нему подошел Гой и попросил объяснить ему всю Тору, пока он стоит на одной ноге. Что тот любезно ответил? Не делай другому того, что ненавист на тебе. В этом вся Тора, остальное — комментарии, а теперь иди учись. Конечно, мне хотелось бы знать, какой бог наблюдает за похищением девушки и ничего с этим не делает, точно не мой. Так, мы не знаем наверняка, похищена ли она. Может быть, ты и не знаешь, а я сердцем чую. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Нет, но даже если бы знал, я бы отсюда никуда не пошел, у меня есть незаконченные дела. Расскажи о себе. Я родился в Иуде, но ребенком я переехал к семье в Рим, изменил имя на римский лад и провел большую часть жизни на еврейском районе, отделенного от остального города Тибром. Именно там я был, когда вспыхнул пожар, все побежали к реке, ну а я, любитель сделать наоборот, побежал в другую сторону. На всех дорогах, ведущих из Рима, царил хаос, исполненный людьми, везущими все свои пожитки в телегах и бандитами, охотящимися на них. Через несколько часов пути вниз по Ампиевой дороге я увидел, как три головореза напали на очередную еврейскую семью. Я могу лишь предположить, что меня одолели, ведь следующее, что я помню, это то, как хочнулся в лесу реки неподалеку отсюда, не зная о том, как я там оказался. Странное дело, кошелек был при мне, зачем грабителям врубать меня и бросать в реку, не забирая деньги? Так, рисковать собой ради помощи другим, это хорошо. А мне-то от этого как хорошо, да и той семье порой задумываются, что в итоге с ними стало. Можем поговорить о Синтиле. Мы Синтилой любили друг друга, а затем 22 дня назад она пропала. Так. Почему бы тебе не начать с самого начала? Однажды ночью, несколько месяцев назад, убираясь на вилле Малиола, я услышал женское пение, это было самое прекрасное, что я когда-либо слышал. Выходить мне было нельзя, поэтому, когда все уснули, я вскарабкался на крышу виллы, просто чтобы посмотреть, откуда доносится звук. И именно тогда я увидел ее, стоящую в саду виллы Магистрата. Я просто сидел на крыше и слушал ее, упершись подбородком в колени. Впервые за долгое время я ощутил надежду. А затем она взглянула вверх, увидела меня и улыбнулась. В тот момент я понял, что в парке привели меня к ней. Я с мгновения, когда она спросила мое имя с теплотой и любопытством, я понял, что пойду ради нее на все. Вот так неделю ли мне напролет, я каждую ночь выбирался из виллы в сад ее отца. Мы держались за руки и говорили обо всем, что мы сделаем, когда выберемся отсюда, например, о собственном винограднике. Но однажды утром я проснулся и все бросились ее искать, говорили, что она пропала ночью. Но все, что я мог сделать, это быть тише воды и пытаться скрыть, насколько мне не по себе. Мне кажется, что ты что-то скрываешь. Клянусь всеми богами Рима, я понять не имею, что с ней случилось. Я знаю только то, что она меня любила, и если бы ей было известно, как отсюда выбраться, она бы мне сказала. Она бы никогда не покончила с собой, и никому бы не удалось убить ее, не нарушив золотого правила. Я не могу этого доказать, но я просто каким-то образом знаю, что она жива. Даже сейчас я словно слушаю голос в своей голове, взывающий ко мне, и это может значить лишь одно. Кто-то похитил ее. Я не знаю, как и кто мог поступить так по отношению к такой милой очаровательной девушке, но что еще могло случиться? Есть предположение, кто мог ее похитить? Предположение? В этом как-то замешан Малиол, он, несомненно, один из самых злых людей, которых я когда-либо знал. Понятия не имею, где он может ее держать, то наверху виллы есть комната, которая всегда заперта. Я никогда не видел ее изнутри, и мне бы не удалось украсть ключ, не нарушив золотого правила. Мне уже довелось там побывать, и там нет ни следа Синтилы. Действительно, я был уверен, что он там что-то прячет. В таком случае у меня больше нет аргументов, у меня ощущение, будто я искал везде, по крайней мере везде. Где, куда я смог попасть. Но остаются два места, в которые мне попасть так и не удалось. Первое дворец. Если Неве удалось с него забраться, то и Синтия могла, я полагаю. Единственное оставшееся место, где она может быть, это вистема цистерн. Помню, ходили слухи, что Дулиш нырял рядом с верхней цистерной, перед тем, как его бросили за решетку. Так что, полагаю, об этом может спросить его. Так, я посмотрю, что ты можешь сделать. Есть мысли, где еще может быть Синтила. Так, дворец. У дворца нет. Пойду. Так, то есть вон там может быть Синтила еще, но надо поговорить с этим бомжом, которого заперли. Ну, давай. Меня просили передать тебе этот цветок. Какая прелесть, мой любимый цветок. От кого я чудесный подарок? Меня попросили сказать, что он от тайного воздыхателя, который будет держаться на расстоянии, но хочет, чтобы ты знал, что любима. Понятно, от Галерии получается? Ты уже знаешь? Конечно, думаю, весь город знает. Он потрясающий человек, самый лучший в мире. Но до тайного воздыхателя ему далеко. Он так смотрит на меня своими жалостливыми глазищами. А цветок он пытался достать несколько недель. Столько усилий приложил, в одиночку повесил над озером канат и изобрел это подъемное устройство. Каждое утро стоял там и смотрел на цветок, пытаясь набраться смелости спуститься за ним. Ах, мое сердце. Что ему сказать? Скажи этому очаровательному болвану, что мое клятву воздержания заканчивается в 36. Если мы отсюда выберемся, и он готов подождать несколько лет, тогда скажи ему, что я тоже его люблю. Он будет вне себя от счастья. Надеюсь. Я пойду? Так. Он, наверное, сам уже к ней идет. Он же хотел ей сообщить, что будет участвовать в выборах. Где это он? О, как раз нам надо с тем поговорить. О, еще я баллотируюсь на должность магистрата, немного нервничаю, но оно того стоит, ведь я смогу освободить Дуле. Надеюсь, я соберу необходимое количество голосов. О чем думаешь? Мне удалось передать тот цветок, как Витя. Спасибо, что она сказала. Она поняла, что это твой подарок, и просила передать, что когда ей исполнилось 36, она сможет выйти замуж, и что она тоже тебя любит. Венера, это лучшая новость в моей жизни. Спасибо, большое спасибо. Ты даже не представляешь, как я счастлив. И все благодаря тебе. Хотелось бы тебя отблагодарить, но мне даже предложить нечего. Могу разве что рассказать тебе о секретном тайнике, где хранятся монеты. Может, тебе будет интересно. Слушаю. В каменном туннеле рядом с лестницей будет проход. Внутри есть внимательно... Если внимательно все осмотришь, ты найдешь сундук. К сожалению, путь преграждает золотая статуя, а я не в состоянии ее сдвинуть. Если ты разберешься, как ее обойти, ты сможешь разбогатеть. Надеюсь, это тебе поможет. Я пойду. Блин, я это должен был запомнить, что ли? Бай-бай. Надо как-то всех настроить теперь на выборы. Блин, ну за него готовы голосовать или нет? Кому он помог? Ты лох, что скажешь? Мне удалось раздобыть его в храме Дианы, но в итоге выяснилось, что ты запер меня с разъяренными осами. Мне получилось сбежать и пройдя ужасающие испытания в дворце, и вернувшись назад во время, я сейчас говорю с тобой. Надо было, наверное, сразу к нему идти. Хотя ладно. Ты. С кого будешь голосовать? За галерию, он настоящий герой. Вот, то есть они сами по себе будут голосовать. И, по сути, у него, наверное, уже все шансы выиграть. А, я хотел туда сходить. Посмотреть что да как. Собираюсь. Пожалуй, хорошая идея. Но мы идем. Я хочу убить этого чувака. Все. Но все равно мы не сможем ничего сделать. Видимо, никакого больше продвижения не будет. Пока галерия не выиграет. Так. Так, 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 так. Здесь мы же забраться не сможем. Что еще здесь имеется? Мы вот сюда можем попасть. Точняк. А там сундук просто. Ого. Довольно жирный сундук. У нас такая уже есть. Теперь две. Блин, а что здесь делать-то? Куда должны ключи применяться? О, вот мы вот здесь можем подняться, да? Хэм. Тогда займемся этим уже в следующий раз. Пока что мы на этом остановимся. Поэтому пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.